Привет, чуваки! Это ТОП ДОТА и сегодня мы поговорим о талантах. Эти сперва непонятные штуки появились в нашей игре совсем недавно и ещё не все успели определиться, какие из них и в каких случаях стоит брать, так что сейчас мы это и решим. Ведь очень многие таланты тупо мастхевные, а альтернатива у них совсем уж мусорная, хотя на первый взгляд всё совсем наоборот. В общем, запутаться можно просто очень легко и в итоге отдать врагам ммрчик. Так что разбираем топовые таланты. Поехали! Легендарный Дотамикс возвращается с новыми бонусами. На сайте доступен новый режим «Спортс», где можно ставить деньги на профессиональные матчи. Также доступен режим «Фри», где можно получить вещи абсолютно бесплатно. А во всех остальных старых добрых модах увеличили шансы на Арканы и на дорогие имморталки dotamix.com. Ссылка в описании. Начнём мы с темпларочки. У неё на 10 уровне появляется выбор. Либо взять 3 заряда рефракшена, либо взять сокращение респаун тайма. О последнем хочется сказать даже подробнее. Этот талант, как все вы знаете, есть не только у темпларки и у всех героев это не лучший выбор. Потому что винрейт с этим талантом в любом случае на 3-5% ниже. На каком бы вы героя не были – это тупо статистика. Его, пожалуй, можно брать только на некоторых персонажах и то только в тех случаях, когда против вас играет некрофос. А вот 3 заряда рефракшена – это очень и очень интересно. Темпларка – это изрядно хороший агрессор, который отлично может развлекать тиму врагов, пока тиммейты спокойно фармят. И если вы не дурак, то вы пикаете темпларку только в таких ситуациях, когда у врагов нет никаких способов быстро сбривать ваш рефракшен. То есть если вы её берёте против Джакира или Веника, то у меня для вас плохие новости. А вот если врагам нечем сбивать вашу защиту, то 3 дополнительных заряда сделают вас практически неуязвимым. Ни меньше, ни больше. Кстати о темпларке можно заметить ещё один интересный момент – чем выше средней ммр игры, тем выше у неё и винрейт. То есть нубики на ней нагибать не смогут, даже с тремя дополнительными рефракшенами. А вот на 5к плюс у неё уже нереальные 56%, так что имейте это в виду. Следующий талант, который стоит обсудить, таится в Скайрос Маге, опять же на 10м левле. Тут у нас такой выбор – либо плюс 14 мана регена, либо же минус 4 секунды кулдауна у Сайленса. И хочу спросить, что бы выбрали вы? Потому что правильный ответ здесь слегка неожиданный. Нужно брать мана реген. В подавляющем большинстве случаев он роляет куда жёстче и имеет перевес в 7% винрейта. А объяснение данной ситуации весьма простое. Маленький кулдаун – это конечно круто, но какой в нём толк, когда нет маны. А вот целых 14 единиц мана регена позволяют прожимать всё и всегда. Между файтами мана в любом случае будет успевать пополняться. И это круто. К тому же с этим талантом вы сможете позволить себе такую роскошь, как фарм карипасиков своими аркан болтами. Что опять же очень круто. Так что не стоит недооценивать таланты на мана реген. И не только у петуха, а и у других героев тоже. Третий талант и третий герой – это морф. На 10 левеле у него есть выбор – либо увеличить свой урон от репликейта на 50%, либо добавить 400 рэнджа своей волне. Выбор довольно интересный, серьёзно. 50% дамаги кажутся неплохим вариком, но на самом деле варик этот жёстко всасывает. 400 дополнительных рэнджи очень люто себя показывают и винрейт у этого таланта на 6% выше, чем у конкурента. И дело всё в том, что 400 рэнджа волны – это не просто более крутой эскейп, это ещё и дополнительное время неуязвимости, ведь морфинга в водичке никто не может продамажить. Казалось бы мелочь, но для морфа вещь очень хорошая, учитывая, что сам он в это время может дамажить очень даже здорово. Да и собственно хоть это и мелочь, но именно из таких мелочей дота и состоит. И если бы не они, то и не было бы она такой прекрасной, сложной и многогранной. Ну и последний на сегодня талант, о котором я вам хочу рассказать – это талант пака. Я как раз оставил его напоследок и сделал это не зря. Здесь мы можем выбрать либо 300 халявных голды в минуту, либо увеличенный рэндж и скорость орба на 75%. Что вы выбираете? Прямо поставьте на паузу и напишите в комментарии. Ну а правильный выбор, для многих неочевидный – это увеличение рэнджи орба. Этот талант побеждает на 6% чаще, да и в целом несёт очень много пользы. Инициировать файт из рэнджа 3400 – это сильно, а учитывая ещё и буст скорости полёта этого орба – всё вообще дико. Пак становится тупо неуловимым, благодаря чему он может намного реже умирать, благодаря чему он становится куда мобильнее и как следствие намного больше фармит. Если руки у вас ровные, то с этим талантом вы будете зарабатывать куда больше, чем дополнительных 300 голды в минуту. Плюс получите нехеровый такой буст в замесах, так что тут даже обсуждать нечего. А на этом на сегодня всё. Надеюсь, вы узнали для себя какую-то новую инфу, надеюсь, этот видос кому-то помог и надеюсь, что вы будете теперь выигрывать чуточку чаще. Система талантов всё ещё молодая, требует множества доработок, фиксов и настроек, но это же и хорошо, потому что у нас есть имбы, а значит мы можем чаще побеждать. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Удачи!